МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Всероссийском совещании по вопросам тылового обеспечения учреждения УИС заместитель начальника СИН России Александр Сапожников отметил, что исправительные колонии номер 13 и 9 в городе Уфе могут стать примером для преобразования остальных исправительных учреждений России. Предварительно мы определились в прошлом году, но так получилось, я не знаю, наверное, просто Башкирии в этом плане повезло, что мы выбрали именно регион Башкирии. Не хочу сказать, что худший или лучший, в принципе, везде где-то примерно одинаково. Но мы приняли решение в Башкирии, посмотрели эти объекты, составили соответствующий план в течение года, все эти объекты привели в порядок, если так по-русски говорить. И теперь собрали всех и показать, как должно быть. Понимаете, да, то есть определенный образец, к чему стремиться. И будем сейчас требовать, чтобы все объекты тылового назначения в других наших территориальных органах приводились в соответствии с установленным требованиям. Проходите. Это у нас внутренний магазин. Это Надежда Исаулова. Старший продавец магазина исправительной колонии номер 13. В этой колонии содержится около 600 человек, впервые отбывающих наказание в местах лишения свободы. Особым спросом в магазине среди осужденных пользуются сигареты, чай и конфеты. Конфеты. Все это в ассортименте в большом. Очень пользуются вообще вот эти вот у нас сникерсы. Марсы, они как дети у нас. Вот конфетки любят очень. Осужденные отовариваются здесь по графику на заработную плату, которая составляет от 100 до 3000 рублей в месяц. Либо на денежные переводы родителей. Скоро здесь начнет действовать интернет-магазин. Если родители не могут, допустим, мать в тяжелом состоянии или что, она, допустим, через интернет может сделать заявку сыну. Синзаказ заказывает, мне сюда через интернет поступает заявка. Здесь непосредственно я заявку формирую, он расписывается и, в общем, кушает, питается. То, что куплено во внутреннем магазине, осужденные едят здесь, в комнате приема пищи, которая находится в отряде. Нас привели в отряд номер 7 с облегченными условиями содержания. Помимо кухни тут есть гардеробная, комната быта, досуга, тренажерный зал, спальня. Основные изменения, которые произошли здесь, это новые матрасы, подушки, одеяло для осужденных. Как нам сказали, они стали теплее. Следующее, что показали журналистам – столовая. В меню осужденных – салат витаминный, рассольник по-ленинградски, говядина с перловой кашей, чай, компот. Столовую тоже преобразовали. Вот этой линии не было, вот того помещения для питания гельщиков, не было оборудовано этих столов. Ну, много чего не было, но сделали, нашли средства, нашли возможности. Еще в исправительной колонии номер 13 есть своя пекарня. Тут работают осужденные. Сутки здесь пекут до одной тысячи буханок хлеба. Также осужденные сами занимаются консервацией овощей. А хранятся все заготовки особым методом в овощехранилище колонии. Здесь, на самом деле, сделана имитация метода хранения, консервации той продукции, которая изготавливается для осужденных на период зимний. Здесь начинается имитация картофеля, совмещение товарного соседства с картофелью, со свеклой, картофелью в буртах и малоиспользуемый метод – это метод сохранности моркови в песке. Также представлены образцы консервации капусты в трех вариантах – подвешенной и обернутой бумагой. И также два-три слоя, которые настиланы. В овощехранилище исправительной колонии номер 13 хранится до 300 тонн картофеля и овощей. Этого хватает на год. На территории гаражного хозяйства исправительной колонии номер 9 продемонстрировали то, что производится в исправительных учреждениях Иркутской, Ульяновской, Нижегородской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан. Здесь кованые изделия, литье, пищеварочное оборудование, линейка автомобилей, спецодежда, которую шьют осужденные. Коренные изменения – это то, что там появились теплые предметы одежды. Убрали грубую бязь, добавили обувь. Теперь в расположении отрядов есть и тапочки, и есть сандалеты, как их там называют по-разному. То есть то, что касается формы, можно сказать, на сегодняшний момент она удовлетворяет тем потребностям того контингента, который ей пользуется. Помимо уфимских учреждений, подобное мероприятие прошло и в колонии-поселении номер 6 в городе Стерлитамак. Анастасия Ходик, Алина Таюпова, Телеканал ЮТВ.